В Уральске до сих пор без отопления остаются жители некоторых многоэтажных домов. В основном это так называемые бесхозные здания. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что сами жильцы обязаны принять участие в подготовке домов к зиме. Тепловики подали носитель до всех многоэтажек. С середины октября и в Уральске начался отопительный сезон. И к отоплению подключены порядка 1200 жилых многоэтажек. Но все-таки часть зданий остаются с холодными батареями. Дом 58А по улице Алмазова. Пятиэтажное здание является проблемным несколько лет. Его жители активностью в коммунальных сборах не отличаются. Поэтому до сих пор не могут произвести ремонт канализации в подвале. Здание не подключено к отоплению. Это прям центр Уральска, юбилейная. Но у нас дома нет отопления. Еще дом требует ремонта, так сказать, сноса. У меня дети есть, пятеро детей. Ну, отопления нету, холодно. Печь, вот, включаем электронную. В АО «ЖЭК Теплоэнерго» проинформировали, что они подвели теплоноситель ко всем многоэтажным домам. Теперь дело за руководством КСК и ОСИ и старшими по дому. Если здание имеет паспорт готовности, то тепло можно включать без проблем. Алмазовый 58А у нас проблемный дом. Это на сегодняшний день тоже не подключено к отоплению, так как там внутренняя система тоже надо менять трубы. Луговая 47, это бесходный дом. Есть год в год вот эта проблема. Вчера мы их запустили, ночью у них прорвал трубу, пришлось отключать. Аварийная бригада выезжала, отключила отопление им. Сейчас решается вопрос, кто будет им делать внутреннюю систему отопления. Курмана 165, ну, там есть ответственные. Но она еще не подключила теплооснабжение, тоже подготавливает эти дома. А прессов-промывка они не сделали. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства проинформировали, что они окажут содействием жителям бесхозных домов. Но в любом случае люди сами несут расходы по содержанию, ремонту жилья и всех коммуникаций. В настоящее время от теплоэкционально отапливаются 1908 домов, которые ЖЭКС обеспечивает теплой. Сейчас по городу проблем таких нет. Со стороны ЖЭКС обеспечивает тепло. Со стороны ЖЭКС подача полностью осуществилась. Но есть дома, которые прошли опрессовочные работы. Но согласно тем выдавленным указаниям ЖЭКС есть некоторые моменты, которые внутри системы отопления, внутри домовой, есть неисправные моменты. Сейчас со стороны КСК и старших по дому эти моменты устраняются. Однако до первого флянца со стороны ЖЭКС отопление полностью подается по всему городу. Отметим, что уже через неделю температура воздуха ночью будет опускаться до нуля. Роман Копняев, Айбулат ЖГПА, Александр Грабарев, ТДК-42.